приветствую вас на канале с play мы продолжаем проходить петь к 3 возвращение аляски и так прошлый раз мы достали бомбу теперь надо видать петька летающие тарелки днем не летают да нет василий иваныч они днем летают только не здесь они за мог сам фалдером летают он за ними наблюдает они за ним а здесь им не интересно так в общем нам нужно подумать как доставить ее на аляску смысле так ну-ка машину я видел вот здесь о василий иваныч смотри тут грузовик кто-то бросил ну и наши действия а давай василий иваныч мы его экспроприруем для общего дела естественно это еще зачем петька ну как зачем а до аляски мы как добираться будем пешком так ты шо петька угоном решил заняться нам сейчас лишний риск не нужен да какой там рис всего делов то два проводка соединить я в кино видел ну раз так то можно и экспроприировать великое дело мы затеяли планету спасать смотри они нашу тачку угоняют кажется они не знают куда вляпались их надо крестному отцу отвезти он с ними разберется да зачем его беспокоить он сейчас у крестной матери будет недоволен скажет сами не могли нажать на курки ну что на счет 3 на счет и петька давай экспроприируем а потом пули из задницы доставать где как лучше хотел согласен на трое суток ареста после победы мировой революции так ушли они там нет не ушли козлы смотри они опять здесь я заряжаю разрывные на этот раз я не промахнусь у меня отравленные никак не угомоняться придется подождать да чё тут ждать то они же ушли эти бандиты ни за что не догадаются что мы опять к ним сунемся думаешь да пошли проверим все свалили так на машину просто не отдадут пойдем с доном корлеона поболтаем а мы к тебе гон в смысле дон по делу какие то проблемы господа срочно нам машину чтобы до аляски доехать у меня есть одна развалюха у входа стоит если у вас есть чем заплатить она ваша василий иваныч а денег то у нас нет чё делать то будем может у анки занять вот молодежь то скажешь тоже у анки занять данг сама на завтраках экономит все бабки на косметику потратила а тут какой-никакой автомобиль покупать а чем же мы заплатим а что у нас есть такого ценного о василий иваныч у нас же бордель есть недвижимость молодой человек дело говорит забирайте тачку а бордель остается в собственность нашей фирмы мы там приют сделаем для престарелых мафиози приют дело что и говорить благородная по рукам ну вот и вот и ладушки ну вот петька теперь у нас грузовик есть ну чё василий иваныч прямо сейчас на этом грузовике на аляску рванем нет петька до аляски мы на этой развалюхе не доедем вот если бы у нас самолет был да где ж мы его возьмем видно где-нибудь по близости не знаю петька пока не знаю так во сейчас заглянем кто тут сидит ого здесь похоже бульдозером поработали или кувалдой видать петька кто-то выпить очень хотел может у нас он на самолете и отвезет как раз эй мучачес текила секса марихуана кончитас мачитас бандитос убивантас чё это моя твоя не понимай а вы не говорите по-испански жаль я хотел бы выпить с вами ребята представляете этот бар днем не работает они думали что меня какая-то табличка остановит тоже мне устроили сиесту так это ты дверь сломал да разве это дверь вы посмотрите на двери той тюрьмы в мексике где я сидел последний раз да позвольте представиться дон педро к вашим услугам если кого пришить или припугнуть дон педро а я петро ну вот такая встреча ха ха да вы ж тезки имена у вас одинаковые о санто себастьян но мама мия какая встреча это надо обмыть жаль что в этом паршивом заведении не подают настоящую мексиканскую текилу ха а поехали ко мне на ранчо в мексику я вам покажу моих лошадок выпьем текилы отдохнем я сразу как только вас увидел понял что вы настоящий мучачес мы бы с удовольствием но тут вот ведь какое дело самолет мы ищем нам на аляску лететь надо а денег у нас нет какие проблемы мучачес у меня есть самолет правда не здесь а дома в мексике у тебя самолет есть вот здорово давайте встретимся неподалеку от мексиканской границы у заведения большие сиськи поезжайте прямо сейчас а я улажу в лас-вегасе свои дела и встречу вас там там и о делах поговорим а если вам нужно на аляску я смогу вас туда доставить а ты правда самолет нам дашь сколько ты за него хочешь ха настоящие кабальера всегда договорятся о цене не волнуйтесь ну петька кажется нам и на этот раз не повезло быть обязанным этому отщепенцу и анархисту тяжелое испытание для моей партийной совести как только мы ступим на землю аляски необходимо будет его убрать так ну все самолет нашли поехали а петька вот задержались мы пора на аляску вернее сначала встретимся с этим мексиканцем у больших сисек а потом на аляску путь товарищ чапаев эх нелёгкое то дело планету спасать вот так это тот бар где мы сразу появились начале пойдем внутрь ух не нравится мне здесь да брось петька нам только этого педра мексиканца дождаться вот подождем чуть-чуть а там и на аляску подадимся не сидят же нас здесь в конце концов настало время пира а вот и наш сегодняшний ужин что-то я закусок не вижу бежим Василий Иванович тут вампиры окопались ну шо встали жрите сволочи ваша взяла пейте рабоче-крестьянскую кровь вы зря намекаете на свое классовое происхождение оно нас заботит меньше всего мы сами из низов чего не скажешь о нашей королеве вампира она аристократка и не терпит когда пир начинают без неё держись Василий Иванович не давай с этим декадентом недорезанным я что-нибудь придумаю что-нибудь радикальное ничего не поделаешь чипая выручать надо только как же я буду с вампирами-то бороться из-за сина у меня только зубочистка а тут бы кол да не один да пойдем-ка королеву поищем она вот там за баром приди в мое объятие святой отец нет нет не надо не бойся дурашка ты узнаешь что такое поцелуй вампира сгинь нечисть сгинь чур меня так на-ка чесночка в поешь на бой кровавый святой правый марш марш вперед за родину за Василия Ивановича Чапаева мальчик послушай мальчик неужели ты доверяешь суевериям не будь дураком это всего лишь шутка ты убил меня меня потомственную аристократку чесноку как это низко благодарю тебя сын мой ты настоящий герой а ты насколько я понял поп до меня донеслись слухи что здесь поселилась нечисть я привез сюда целую цистерну святой воды но тут эта тварь застала меня врасплох страшно подумать что бы могло случиться если бы не твое своевременное вмешательство да ничего в смысле не стоит благодарности а что святая вода действительно помогает против вампиров конечно странно что ты не знаешь таких очевидных вещей вот смотри как он тапик выпустил даже не подходя к крану круто теперь мы точно чапая спасем извини сын мой я так ослаб от волнений что не могу продолжить борьбу но я вижу решимости тебя не занимать а сейчас извини я прилягу мне что-то нехорошо как же мне святую воду в этот гадюшник доставить не в пригоршни же ее носить да вон рукав там есть пожарный пожалуй пожарный шланг мне может пригодиться а вот ваше интервью бледнеете и трепещите всех тварей прибыли прервал ты нас петька а я уж было совсем их на нашу сторону заедировал происхождение у их подходящие и цвет их любимой красной мы бы из них эскадрон сформировали а привет мучачас о черт возьми да что здесь произошло да вампиры понимаешь в конец обнаглели несознательно на людей бросаются пришлось их того замочить немного слава богу что все обошлось если вы не передумали лететь на аляску то мой самолет к вашим услугам амиго а этот педра не так прост пришлось ему наш грузовик отдать только за то чтобы он нас на аляску доставил да ладно тебе василий иваныч грузовик то нам больше и не пригодится нам петька больше ничего не пригодится если мы в ближайшее время планету не спасем а уж этому мексиканскому шлобу и подавно ликвидирую я его ну вот мы и на аляске осталось только найти место где нам бомбу взорвать надо да петька без карты тут не обойдешься так пойдем для начала к мэру сходим а он и карта у него кстати что вам угодно да так ходим знаете ли осматриваем достопримечательности знакомимся так сказать с местным колоритом вот и к вам зашли вы наверное журналисты точно из газеты пионерская таймс это замечательно что вы зашли сюда позвольте представиться я картер мэр городка золотоискателей мои предки как раз были пионерами сейчас наш городок переживает не лучшее время но мы рады что вы решили посетить нас к нам давно никто не приезжал а чё это к вам никто не едет а что тут делать то золото на аляске кончилось выпивка тоже только в вашей газете вы про это не пишите пожалуйста ладно уговорил мы писать то не умеем Ха-ха-ха! Хорошая шутка! Если вам что-нибудь понадобится, всегда буду рад помочь! Слышь, мэр, а что это у тебя за лоскуток на стене висит? А никакой это не лоскуток! Это первая карта Аляски! Топографическая! Карта? Это круто! А ты не мог бы нам дать ее на время? Исключено! А продать? Это бесценная реликвия! Она не продается! Да ладно гнать-то! Не продается! Это ж Америка! Здесь продается все! Даже если бы я согласился расстаться с этой реликвией, то не меньше, чем за 10 тысяч долларов золотом! А говорил? Не продается! Дешевка! Куда золотишко-то осложить? Карту на золото! И помните, я не уступлю ни цента! Алчный какой! Пойдем хлебнем в салон! Че скучаем, парни? Здорово, хлопцы! А где тут у вас выпивка продается? Ишь, чего захотел! Выпивки в городе нет совсем! А если бы была, то тебе бы никаких денег не хватило ее купить! Ты что, не слышал, что русские, которые появились здесь невесть откуда, все выпили? Ого! Еще и морду всем набили! Без этого нельзя! Это уж как положено! А вы сами-то не русские будете! Да вы что? Да как вы подумать могли? Покажите мне хоть одного русского, и вы посмотрите, что с ним будет! Пойдем-ка отсюда, Василий Иванович, по-добру, по-здорову! Ладно, сходим к первому золотоискателю. Привет, дедок! Здорово, старик! Здравствуйте, молодые люди! А не найдется ли у вас чего-нибудь выпить? То же самое, уважаемый, мы только что хотели спросить у вас. Но вы опередили на пол... нет, на четверть секунды! Да, мне всегда везло больше, чем другим. Я старик Джозеф. И спроси любого, кто первым в этих краях добыл золото? Похоже, что тоже на четверть секунды. Иначе ты не клянчил бы выпивку. А как не клянчить? Жили мы тут жили, и вдруг откуда ни возьмись, целая деревня русских на Аляске появилась. Я эти места как свои четыре пальца знаю. Не было тут никогда деревни. Индейцы были, шахта была, волки водились, белые клыки. А русских здесь не было. Да что ты гонишь? Аляску Америки Екатерина Вторая продала. Царица наша. Так вы русские? Тогда проваливайте, не буду я с вами разговаривать. А что это ты так на русских-то взъелся? А то русские все спиртное в городе выпили, все морду набили, а теперь у себя в деревне самогон гонят, а нам не дают. Вам дай, так ведь вы выпьете. Ну и дела здесь творятся. А ты чего ожидал, Петька? Сидишь ты, к примеру, у себя дома, и вдруг, бац, уже на Аляске. Волей-неволей напьешься. Стресс ведь его снимать нужно. Ну, вообще-то Аляску не Екатерина продала, а Александр Третий, по-моему. Или Второй. Второй, по-моему, Александр Второй. Ну да ладно, а что всем бухать-то здесь нужно, блин? Так, значит, нам надо найти бухла, да? Ну-ка, пойдем-ка сходим. Брякни кое-кому. О, да тут телефон есть. Василий Иванович, а давай кому-нибудь позвоним? Конечно, конечно, звоните. Куда это ты звонить собрался, Петька? Да хотя бы Анке позвоним. Ну, звони, Ромео. Ты хоть номер-то ее помнишь? Кажется, нет. Пить Петька надо меньше, казаться не будет. Да я и не пил ничего. Да вот он же номер. Нет, Анка мне голову оторвет, если я визитку потеряю. Что, посмотреть просто надо было? Здесь записан телефон Аннушки. Надо будет воспользоваться при случае. Акстись, Петька. Кто ж среди бела дня такое не вытворяет? Фу ты, виноват, товарищ командир. Нет. Хорошая штука, визитная карточка. На ней всегда номер телефона и адрес записан. Надо будет себе визитки напечатать. Типа, ординарец легендарного Чапая, легендарный Петька, далее легендарный номер телефона. Да у тебя, Петька, и телефона-то нет. И на месте ты не сидишь. Так сказать, и космополит? Сам ты это слово, Василий Иванович. Я дело говорю, а ты обзываешься. Ладно, Петька. Взялся звонить? Звони. Да не забудь сказать, чтобы Анка нам сюда спирта прислала побольше. Без него тут никуда не сунешься. Действительно. Приемное отделение Федеральной службы безопасности Соединенных Штатов слушает. Слышь, приемное отделение, ты Анке трубочку передай. Вы ошиблись, здесь таких нет, разъединяюсь. Э, барышня, подожди. Смольный? Ой, нет, не Смольный. Соедините меня со специальным агентом Анной Мали. Секундочку. Да. Анка? Петенька. Аннушка. Сокол мой, Петенька. Анка. Хорош ворковать, Петька, планета в опасности. А, Анка, пришли нам сюда спирта на Аляску. Да побольше. А то я тут горло простудил. Растираться буду. Ох и здоров ты врать, Петр. Кто ж спиртом-то растирается? Ты бы еще сказал, что ты спиртом клизмы делать будешь. Интересно, пришлет Анка спирт или нет? Не знаю, Василий Иванович. Тут дело такое. Если поверила, пришлет. А не поверила, пошлет. Да ты, Петька, поэт. Пойдем проверим в аэропорт. Пришла посылочка наша, нет? Клизму делать, блин. Вот она. А это еще что? Сейчас узнаем. Вечно тебя, Петька, тянет на кнопочки понажимать. Эх, не доведут они тебя до добра. Вот она, наша посылочка. Не подвела Аннушка-то. Ах, любит она тебя, Петр. Не пойму, правда, за что. А полюбила она меня за сердце доброе и душу беззлобную. Роковой ты, парень, Петька. Хотя о бабах сейчас не время. А я всегда о них думаю. Ведь революция, она тоже женского рода. Эй, эй, не трогай своими похотливыми руками великие идеи. Отряхись от баб, как от позорного прошлого. Не могу, Василий Иванович. Честная комсомольская. Не могу. Ладно, Петька. Думай про что хочешь, но только потихоньку. А про спирт можно? Мы же его получили. И что теперь с ним делать будем? Выпьем? Да ты что, Петр? Спирт в этом городке на вес золота. И как он тебе в лодку-то полезет? Я думаю, хорошо полезет. И думать замучучит. Так, спирт мы пойдем попробуем в салону взбадрить. За золото. Привет, ребята. Выпить хотите? Не шутите над убогими. А что у вас выпивка есть? Чистейший спирт. Я готов взять пинту. А я баррель. Стоп, стоп, стоп. Спирта на всех не хватит. Придется, Петька, аукцион устроить. Аукцион? Это круто. А чего для этого нужно? Ну, во-первых, Петька, приодеть тебя нужно. А то уж больно ты непрезентабельно выглядишь для аукциона. А во-вторых, нам весы понадобятся, чтобы золото взвешивать. А мяшки для золота нам не надо? Сами на дом принесут. Да еще спасибо, Сках. Приходите скорее, трубы горят. Так, пойдем, весы надо поискать. В аэропорту должны быть. Кто-то мне подсказывает, что это весы. Берем на время. Только очень тихо. Скорее всего, навсегда. Так, встанем на весы. И не уговар. Так, ничего. Это тут... Переодевайся давай. О, теперь совсем другое дело. Вылетай, буржуй. Так бы взял, да и к стенке поставил. Сдерживай себя, Василий Иванович. Мне еще аукцион проводи. Объявляю спиртовой аукцион открытым. Сегодня у нас только один лот. Большая фляга спирта. Мой ассистент проследит, чтобы торги проходили по всем правилам. Без обмана и с аптекарской точностью. А кто недоволен, тех к стенке. Продано. Аукцион закрывается. Быстро же они. Пойдем к мэру к этому алчному. На. Карту гони. Эй, мэр, вот твое золото. Я вижу, в своем можно иметь дело. Карта ваша. Заходите. У меня еще много карт. Ну давай взглянем на карту. Это Равитет. Одна из первых топографических карт землицы Алясочки. Мы ее у мэра местного за мешок золота выкупили. И че? Петр, прекрати. Стой, Петька. Кокнь. Ну как ее посмотреть-то? Это Равитет. Понятно, блин. Ладно, пойдем к дедушке. Попить ему дадим. Че это он? С бутылки спирта упал. Уж не помер ли случаем? Очень может быть. Еще бы. Он же из горла, да без закуски. Да и возраст берет свое. Инструмент забирай. Хм. А кирка-то Джозефу похоже ни к чему. Он и так устойчиво лежит. Что характерно, ногами вперед. Так, больше тут ничего не надо. А, координаты же у нас есть. Вот. Теперь смотрим. Теперь все ясно. Че ясно-то, Василий Иванович? Все. Бомбу надо заложить в заброшенной шахте. Она рядом с поселением индейцев расположена. А точнее, Петька, определить сложно. Уж больно карта старая. Тогда пошли скорее, Василий Иванович, бомбу закладывать. Куда-нибудь уж втиснем ее. Пойдем. Приветствую тебя, большие усы. И тебя приветствую, большие уши. Здравствуй ты. Набор костей и пачка жира. Здорово. Вопрос нам один покоя не дает. Где же в этих местах есть заброшенная шахта? Вопрос твой усатый человек хороший. Только скользкий бобер ответа на него не знает. Какой-какой барсук? Скользкий. Это мое имя. На твой вопрос может ответить только шаман. Ну так проводи нас к нему. У нашего шамана горе. Его шаманский бубен порвался, когда он пытался изгнать злых духов из русских, что недавно появились здесь не весть откуда. Сейчас шаман просит небесанец послать ему новый бубен. Веди нас скорее к нему. У нас есть бубен для вашего шамана. Шаман не велел пускать бледнолицых. Хау, я скользкий бобер все сказал. Ты кого послал? Тихо, Петька, не горячись. Надо скользкого бобра как-то умаслить. А если ты на него драться полезешь, от нас только мокрое место останется. Видишь, какой он здоровый. Легко сказать, умаслить. У нас и масла-то нет. Да на вот подарками. А ты знаешь, индейская твоя морда, кто с тобой разговаривает? Да, скользкий бобер это знает. Со мной говоришь ты, большие усы. Правильно. А кто я, ты знаешь? Я добрый дедушка Мороз. Тебе подарки я принес. Но только ты нас к шаману пусти. Поговорить надо. Шаман примет бледнолицых. Хау, можете войти. Ой, спасибо, бля. Он же, значит, и шаман получается. Так ты и есть шаман. Ты что, совсем дурак? А зачем ты нам голову морочил столько времени? Дурак, имеющий много подарков, лучше умного, отдающего их ему. Согласен. Вы спрашивали про заброшенную шахту. Поищите вход рядом с вигвамом в скалах. Но он завален. Хау, я все сказал. Так, бубен-то забирай. Ты говорил, что бубен у тебя порвался. Вы не врали, говоря, что у вас есть бубен. Скользкий бобер благодарит своих бледнолицых, недоразвитых братьев. Я тоже сделаю вам подарок. Возьмите эти амулеты. Обычно я продаю их по 99 центов, но вам дарю бесплатно. Храните их, и духи индейцев защитят вас. Хау, я все сказал. Амулеты? Это суеверие. Суверие, суеверие. Амулеты забирай. Так. Вот здесь, значит, да? Да ну, Василий Иванович, разве кирка здесь поможет? Тут бульдозером надо. Ох, и лентяй же ты, печка. Вот погоди, разберемся с делами, я займусь твоим воспитанием. Будешь шахты рыть, как семечки щелкать. И будет у тебя фамилия Стаханов. Так, значит, Василий Иванович, да, будет копать? А ну-ка попробую. И раз, и... Где это мы, Василий Иванович? Где-где? В шахте. Че стоишь? Пошли бомбу взрывать. Все, Василий Иванович, здесь тупик. Вот и чудненько. Здесь мы бомбочку-то и рванем. Кому тупик, а кому и светлое будущее. Так, бомбу закладываем, значит. Варианта тут, конечно, несколько, блин. Уф, ну все, Василий Иванович, а как ее взрывать-то будем? А че тут взрывать? Сейчас передохну, а потом кувалдой ее как ударю. Василий Иванович, если эта бомба пол Аляски отколоть может, то че ж от нас останется, если ты ее кувалдой ударишь? Не дрейфь, Петька. Да, у нас же амулеты. Ну, Василий Иванович, давай. Давай. Покажем, что есть его политика на деле. Петька! Аляска уплывает! А ну, вплавь! Врешь! Не уйдешь! Ну вот и прошли Петьку-3. Чуть позже приступим к четвертой части. Увидимся в будущих прогреждениях на канале С-Плей. Пока. А хороший ломоть отхватили. А ты думал, Аляска это тебе не собачий хвост? Куда вот ее только прилаживать? Хорошо бы к нам на Урал. Да климат неподходящий. А может и не надо никуда. Будем так плавать, как летучие голландцы. Построим отдельно взятое светлое будущее. Чёрный ворон, что ты вьешься над моею головой? Ты добычи не добьешься. Чёрный ворон, я не твой. Вот, Петька, теперь правильно спели. А то в прошлый раз мы всё перепутали. Ну чё, Василий Иванович, может, ещё споём? Давай. Только про ворону уж очень песня жалостливая. Давай другую. Другую? Ну давай. Запивай, Василий Иванович. Запивать вредно. Я, Петька, никогда не запиваю и тебе советую. Закусывать, Петька, надо. Закусывать. Ну, будем здоровы, Василий Иванович. Эх, хороша ты, русская водка. А то, понимаешь, всё. Чекила да виски. Ох, ща спою. По диким степям Забайкалья, Где золото моют в горах, Бродяга судьбу проклиная, Тащился с собой на плечах. О, Петька, так только русские люди могут. Идёт, понимаешь, с умой на плечах, Судьбу проклинает, А сам от этого тащится. Тащится. Да. Менталитет. Что? Менталитет. Петька, чур нас пронеси нелёгкое. Так личишь ещё, налетят и водку отберут. Кто? Да и эти, ну, которых ты и назвал. Вот ужас-то. Давай, Василий Иванович, ещё выпьем. Ну, Петька, как говорится, Шопни в последний раз. Да уж. Мы ещё повоюем. We'll be back. Василий Иванович! Василий Иванович! Ты здесь? Да здесь покуда. Я вот чё думаю. Нехорошо как-то игру с водкой заканчивать. Неправильно. Ты, Пётр, меня хоть раз в игре пьяным видел? Да нет, вроде. Вроде. А я тебе прямо скажу. Не видел ты меня в игре пьяным, Ты никто не видел. Да и в жизни я был человеком непьющим. Потому всё делал с понятием И свою меру знал. Чего и всем советую. Великие дела, Петька, Завсегда на трезвую голову делаются. Завсегда на трезвую голову делаются. Помню, на родине сядешь в коптюрку, Включишь радио И дрочишь, дрочишь, дрочишь. О-о-о-о-о! Субтитры сделал DimaTorzok